здравствуйте меня зовут екатерина я сотрудница галереи беляева приглашаю вас на мастер-класс итак ребята мы будем сегодня декорировать колпачок я его взяла просто как основу с помощью простой салфеточки у меня белая салфетка вы можете взять и цветную но так как я хочу разукрашивать потом свой колпачок так как какой у меня понравится я белую основу делаю мы берем простой клей пва и вот таким образом наносим его вместе с салфеткой на колпачок кисточкой мы как бы сдвигаем немножечко эту салфетку тем самым создавая фактуру собственно что нам и нужно добиться вот у меня здесь видите висит кусочек ничего страшного чуть-чуть клея кисточка и фактурка создается сейчас еще вот один кусочек положить придерживать немножко пальчиком вот смотрите он сразу и вот так вот сдвигаем чуть-чуть вот так вот видите такие складочки интересные получаются затем мы дадим изделию высохнуть хорошенечко просохнуть она станет жестким и готова к дальнейшему декорированию росписи или обклеиванию какими-то блестками на это уже на ваше усмотрение вот таким образом пока усохнет мой колпачок я вам хотела бы еще показать вот что я сделала заранее вот смотрите я его расписала этот колпачок я расписала немножечко такими загогулингами чуть-чуть присыпала блестками он получился еще более нарядный приклеила маленький пумпончик этой же технологии я пользовалась изготавливая вот такую коробочку крышка ее стала фактурной интересной приклеила бантик это я вам просто показываю от чего можно добиться всего лишь используя салфетку а посмотрите из простой баночки из-под варенья у меня какая карандашница получилась интересная кстати изделие можно покрыть потом простым лаком для волос она будет более надежным итак мы начинаем расписывать наш колпачок я хочу его сделать радужным также как карандашница радуга это семь цветов стихотворение вы наверное знаете этот стишок каждый охотник желает знать где сидит фазан то есть красный оранжевый желтый зеленый голубой синий и фиолетовый фиолетового цвета у меня к сожалению нет но я его могу сделать как я вам сейчас покажу для того чтобы получить фиолетовый цвет возможно вы знаете вам просто напомню нужно взять немножечко синие краски помочь кисточку надо хорошенечко промывать кисточку или другой кисточкой залезать нам не портить краски и берем красный цвет и теперь мы начинаем смешивать эти два цвета немножко темный на не получился у меня и тогда добавлю другую кисточку добавить немножко белого цвета кому что у нас получилось посмотрим вот смотрите какой красивый фиолетовый цвет и теперь мы его сможем использовать также в росписи нашего колпачка колпачок наш высох и мы теперь начинаем его расписывать красный и оранжевый я уже нанесла теперь у нас пойдет желтый цвет беру кисточку конечно опять промытую водички чуточку водички берем что краска лучше мягче ложилась у ее затем у нас пойдет сами какой цвет каждый охотник желает знать за зеленый z так желтенький сделали промываем кисточку берем зеленый цвет видите как фактурка она играет следующий цвет у нас будет голубой желает знать где 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 вот как так и теперь синий цвет более насыщенный это можно кисточку особенно не промывать синий цвет после голубого вполне будет хорош так ну и последний цвет у нас должен быть фиолетовый вот он который мы заготовили с вами у вот теперь пусть наш колпачок сохнет вот пока у меня краска вся не высохла до конца я посыпал немножечко блестками которые у меня были их можно заменить также мелко нарезанным дождиком допустим ну или что-то там блестящее наклеить бусинки но это уже с помощью клея конечно и смотрите колпачок стал еще нарядней такой как будто немножко замороженный правда блестит играет на свету затем я еще хотела бы на него все-таки приклеить помпончик и его маком склей и приклеиваем вот так вот у нас получился праздничный колпачок он высохнет я вам напоминаю что можно еще сверху покрыть его лаком для волос попросить у мамы и тогда он будет еще более надежным все спасибо за внимание